Более 700 сообщений о нарушении покоя горожан в ночное время поступило на пункт 02 за минувшие выходные. Для одних конец рабочей недели – это повод отдохнуть, а для сотрудников полиции – напряженные трудовые будни. Наряды патрульно-постовой службы принимают вызов за вызовом. Чаще всего обращения связаны с нарушением закона о тишине. Продолжит Сарглана Захарова. Выходные для некоторых горожан – повод в шумной кампании отметить завершение трудовой недели и расслабиться. Однако не всегда интересы любителей посиделок дома разделяют их соседи. Нередко отдых слишком шумных кампаний заканчивается визитом представителей правоохранительных органов. Довольно часто горожан беспокоят нежданные гости в подъездах. Как говорят сотрудники патрульно-постовой службы, в основном нарушители после предупреждения соседей о вызове полиции уходят еще до прибытия наряда. Действует как профилактика, говорят они. Но в любом случае все обращения фиксируют и проверяют. По данным информационного центра МВД по республике Саха-Якутия, за минувшие выходные на пульт оператора 02 МВД России Якутске поступило 731 сообщение разного характера. Из них горожане жаловались на скандалах 46 раз, сообщениями о нахождении посторонних людей в подъездах, о подозрительных шумах, о животных и прочие обращались 271 раз. Отметим, что любители пошуметь в ночное время с новыми поправками в законе и в дневные часы могут наказать рублем. Соблюдать тишину необходимо с 9 часов вечера до 8 утра по будням, и с 10 часов вечера до 10 утра в выходные и праздничные дни. Кроме того, ограничения ввели и в промежуток от часа до 3 часов дня. В ином случае нарушителям придется раскошелиться на немалые суммы. За это предусмотрена административная ответственность. На физических лиц от 1 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, и на юридических лиц от 50 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. Кроме того, для особо злостных нарушителей покоя предусмотрена крайняя мера. Если предупреждения не оказывают никакого влияния, то руководство округа и города может рассмотреть возможность поставления на торги жилплощади и переселения собственника в другое жилье. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск.